А вот может ли городской бюджет позволить себе дополнительные траты в сотни миллионов рублей? Наверняка волнует многих. Речь идет о дополнительных средствах из казны, которые планируют передать одной из строительных компаний Иркутска. Все детали далее. Для собственников этих квартир времени подготовиться к переезду. Осталось немного ключей от нового жилья. Иркутяне, вложившие деньги в строительство комплекса, получат уже к 30 июня. А вот с 1 июля государство меняет правила участия в долевом строительстве. Теперь подрядчику необходимо задействовать не менее 15% своих средств. Условия трудновыполнимы не только для частных компаний, но и для управления капитального строительства, 100% акций которого принадлежат городу. О проблеме на заседании Думы Иркутска заявил глава предприятия. Расчетная потребность в собственных оборудованных средствах составляет 700 миллионов рублей. У нас в настоящее время установка капитала всего 343 миллиона рублей. И без увеличения уставного капитала от планированного общества работа по договорам долевого участия не представляется возможным. Уход с рынка одного из крупнейших застройщиков может поставить под угрозу срыва не только жилищное, но и социальное строительство в Иркутске. УКС один из немногих подрядчиков в городе, которые возводят школы и детсады и социальное жилье. Поэтому дальнейшая судьба предприятия вызывает большой интерес депутатов, как и бюджет города. Сколько именно дополнительно средств из Иркутской казны попросят строители, пока не ясно. С этим вопросом мы занимаемся и в ближайшем времени мы выйдем на Думу для рассмотрения. Сейчас рассматривается сумма и порядок механизм субсидирования предприятия. Между тем под строительство соцобъектов администрации города уже выделены участки. При этом работы на них пока не начались. Почему? Это еще один вопрос депутатов к исполнительной власти. В управление капитального строительства передано очень много муниципальных участков, которые не выставлены на торги были, а специально переданы под строительство муниципального жилья. Для малообеспеченных в том числе и для социальных групп, это учителя и медработники. Вот мы как раз сейчас запросили информацию, не проданы ли эти участки и когда будет введено и построено жилье для муниципальных служащих. Городские власти пообещали предоставить на рассмотрение Думы полный список участков, а также их назначение, график и планы работ. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням.